В Москве стартовал гран-тур «Байкальская миля» – новый этап одноименного фестиваля скорости, который в третий раз пройдет на льду с самого глубокого озера в мире. Если раньше техника доставлялась в Максимиху на автовозах, то теперь пилоты едут до пункта назначения сами. Таким образом, организаторы решили разнообразить мероприятия, компенсируя недостаток участников, вызванный коронавирусными ограничениями. Невозможно было провести вот этот полноценный наш фестиваль. Когда у нас там более 150 команд, более чем 35 стран мира должны были приехать. И здесь мы с Дмитрием, с моим партнером, мы не умеем останавливаться, мы не придумали вот такую историю. Из Москвы стартовали 14 команд, а всего в «Байкальской миле» примут участие около 30 машин. В пять раз меньше, чем в прошлом году. Экипажам предстоит провести в туре 12 дней. Их задача не только добраться до конечного пункта, но и выполнить ряд заданий. Большинство людей, которые едут в этом туре, это в основном наши друзья. Или мы этих людей знаем, потому что это путешественники. Это люди, которые действительно покорили уже многие просторы. И для них вот это вот 6 тысяч километров зимой на Байкал. Это, я считаю, поступки такие мужские, героические. Мы ждем их отчетов, их выполнения, их заданий, потому что для каждого из них приготовлено 5 обязательных заданий, 12 рекомендованных. Плюс, конечно же, неограниченное количество их личных впечатлений, которые они будут транслировать. Участникам нужно посещать определенные места, отмеченные на карте организаторами, и делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Есть и одно особое, очень важное поручение для трех экипажей. У нас есть, я считаю, священная миссия. Мы совместно с бессмертным полком просим три команды доставить специальные артефакты. Это гильзы, наполненные грунтом со дна, где затонули подводные лодки во время Великой Отечественной. И люди нашли их потомков, тех погибших бойцов, и мы везем им вот это в память. Торжественная встреча участников и окончание гонки в Максимихе состоится 5 марта. Сам же фестиваль скорости пройдет на Байкале 6 и 7 числа. К слову, организаторы планируют и дальше развивать идею гран-тура, который с этого года стал неотъемлемой частью мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин